Дмитрий Песков По утверждению Пескова, Владимира Пашкова никто на Донбасс не делегировал и местное правительство он возглавил как частное лицо. Господину Пескову можно было бы напомнить, что Стрелкова, Бородая и прочих российских граждан, участвовавших в нападении на Украину и уничтожении малазийского Боинга, тоже формально никто на Донбасс не делегировал. Все-таки российский офицер запаса и я ощущаю долг перед страной, даже если не согласен с каким-либо решением политического руководства России, я все равно вынужден его, должен его выполнять. И всех тех, в кавычках, добровольцев, набором которых занимались российские военкоматы, никто на Донбасс не делегировал. Как вообще настроение? Как доехали? Доехали отлично. В Москве военкомат нормально, все, помогли, рассказали, организовали, то есть с этим тоже все проблем не было. И бурятов, с которыми в госпитале встречался Кобзон, никто на Донбасс не делегировал. Привет, Улан-Удэ, Чита, Ясногорск, Акинск, Куфрочек. Бурят? Ну, как я рад. И самого Кобзона, который даже перед смертью участвовал в пропагандистском обеспечении оккупации своего родного края, никто на Донбасс не делегировал. Это они сами. Но, конечно, Песков, как и прочие лгуны на путинском жаловании, только посмеются над этими словами. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Сергеевич Песков. Потому что для него, как и для любого другого чиновника, происходящее на Донбассе, естественный процесс оккупации. Нас обвиняют, что мы там Донбасс оккупируем. Полная чушь, ложь. И обнародование фамилии Пашкова не более чем ротационная случайность. Таких, не делегированных на Донбассе, вагон и маленькая тележка. И это вовсе не вагон с углем. Это вагон с оккупантами, которые воруют украинский уголь, украинские предприятия, украинское оборудование, украинскую землю. Ребята, ты с Россией? Я, все, все здесь. Я оккупант. Я оккупант. Я оккупант. Я оккупант. Как звать? Кремль никому ничего не демонстрирует. Не хочет показать, какими будут его действия, если в Киеве не пойдут на уступки. Никому в российском руководстве не интересны эти уступки и надежды Зеленского на прекращение войны и возвращение Донбасса. Российские чиновники просто управляют колонией. Все вдовыборы на оккупированном Донбассе прошли без сюрпризов. Власти в Донецке пришел бывший так называемый ИО-главы Денис Пушилин и объявил новый курс на развитие экономики. Интегрируясь в экономику Российской Федерации, мы не хотим быть потребителем или дотационным регионом. Донбасс способен не только зарабатывать на себя, но и быть впереди многих устойчиво развитых государств. Полномочия по развитию экономики Пушилин делегировал так называемому премьер-министру ДНР, некоему Александру Ананченко. Перед приездом в первый раз в Донецк работал в одной из крупных российских корпораций с интересами в Сибири и офисом в Москве. Даже на медиаресурсах незаконной группировки ДНР нет ни единой официальной фотографии таинственного Ананченко. Лишь это в профиль. На снимке он с другим гражданином России Владимиром Пашковым, экс-вице-губернатором Иркутской области. Вопрос сейчас стоит не о том, дать миллион или не дать. Теперь Пашков в Донецке возглавляет влиятельную структуру ЗАО Внешторгсервис. Вопросы промышленной безопасности, эффективности, вообще экономики, вообще производства, производственного комплекса. Ну и в целом можно говорить о развитии республики. Внешторгсервис. Фирма с южно-осетинской регистрацией с прошлого года управляет практически всеми шахтами и заводами на неподконтрольной территории. Добытый уголь и готовый металл потом уходит в Россию без ведома украинских собственников захваченных предприятий. Мы мониторим и железнодорожную информацию, и таможенную статистику. И судя по этим данным, которые мы видим, ежемесячно порядка 400-500 тысяч тонн угля с временно оккупированной территории пресекает границу с Российской Федерацией. А вот монополистом на поставку и сбыт продукции из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей стала фирма «Газ Альянс» беглого украинского олигарха Сергея Курченко. Весной этого года Министерство экономики Российской Федерации напрямую запретило другим трейдерам контактировать с группировками ЛДНР. Обиженные российские фирмы даже написали коллективное письмо Владимиру Путину. Данным решением нас просто выдавливают с рынка и передают наш бизнес одной компании – компания «Газ Альянс». По сути, бизнес монополизируется одной компанией, которая будет диктовать условия как поставщикам на территории ЛНР и ДНР, так и покупателям. Структуры Курченко сегодня фактически контролируют все промышленные гиганты неподконтрольного Донбасса. Только тот, кто умел делать бизнес на этой территории, может продолжить его там делать. Надо же не забывать, что бизнес там тоже был монополизованный. То есть его была одна монополия, а сегодня эту монополию просто подпорядкували. Под властью Пушилина процесс монополизации только ускорился. Один из первых указов так называемого ИО главы ДНР – передача внешторгсервису до Кучаевского флюсодоломитного комбината. Фактически ликвидирован торговый дом «Уголь Донбасса», ранее подконтрольный бывшему соратнику убитого Захарченко Тимофееву Ташкенту. В итоге все финансовые потоки окончательно уходят из-под контроля местных боевиков в руки российским бенефициарам внешторгсервиса. Вероятно, реальная власть будет сосредоточена, как сказал один из лидеров боевиков Ходоковский, что будет ост-индийская компания новая, колониальная. И будет управление, ну, где-то номинальный местный вождь, якобы, который представляет интересы местного населения. И вот такая огромная корпорация, которая будет заниматься зарабатыванием денег. Но жители оккупированной территории вряд ли подозревают, что ресурсы Донбасса отныне напрямую выкачиваются соседней Россией. Что нужно сделать, чтобы заработала промышленность и появились рабочие места? Вливание денег российских сюда, бизнесменов именно в бизнес предлагают сюда. Заводы запустить, больше ничего. Если будут инвестиции, будут запускаться непосредственно предприятия, заводы и прочее. Во-первых, должно наше государство быть признанным. Ну, а потом наши руки, головы и вперед. Чтобы мир наступил, скорее всего. Тогда будут рабочие места, тогда будут зарплаты. Внешторгсервис, как и структура олигарха Курченко, в черном списке Министерства финансов США. Правда, в украинском санкционном перечне этот единственный монополист, который зарабатывает на украинских предприятиях на оккупированном Донбассе, почему-то не значится. Тем временем, столевары и шахтеры привыкают выживать в новых условиях. Мы, горняки, мы приучены здесь работать. Будем работать до пенсии, а дальше будет вы. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!